Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу, в День памяти Святой Равноапостольной Великой Княгини Российской Ольги во Святом Крещении Елены, за богослужением читаются два евангельских зачала. Одно посвящено памяти святой, это Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 36 по 50, и рядовое чтение дня от Матфея, глава 15, стихи с 29 по 31. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время оно прииде Иисус на море Галилейское, и вошед на гору Седиту, и приступиша к нему народе мнози, И муче с собою хромые, а слепые, немые, бедные и иным ноги, И привергоша их ногама Иисусовыма, и исцели их. Яко же народом дивитесья, видящие мнимые глаголюща, Бедные здравы, хромые ходяща, и слепые видяща, И славлях у Бога Израилева. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, И повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, И прославлял Бога Израилева. Перед событиями, о которых повествует сегодняшнее евангельское чтение, Спаситель находился в странах Тирских и Сидонских. Но о пребывании Господа там ничего не сказано подробно, кроме описания изгнания беса из дочери Хананенки. Как если бы Христос совершил долгий путь только ради нее одной. Ведь тот, кто знает, что душа одного человека дороже всего мира, готов сколько угодно идти, чтобы спасти одну душу от смерти и власти дьявола. Теперь же Спаситель окружен множеством людей, приведших с собой хромых, слепых, немых, увечных и страждущих другими болезнями. Пройдя Десятиградия, Спаситель, по словам евангелиста Матфея, подошел к Галилейскому морю, вероятнее всего с востока или с северо-востока. Толпы людей следовали за Ним, и где бы Он ни остановился, тотчас же собирались вокруг Него. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И это символ великого божественного служения. Господь восходит на гору ради высоты своего божества и научая подниматься от земли тех, которые желают приблизиться к Богу. Ибо Он, Спаситель мира, открытый для всех. «И приступило к Нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым». Ефимий Зигабен поясняет, «Обратив внимание на их укрепившуюся веру, больше уже не прикасаются к краю одежды, но только повергаются к ногам Иисуса, и Он тотчас исцеляет их, не потому что они имели большую веру, чем Хананеенко, но потому что были иудеи». Эти люди прошли длинный путь, чтобы собраться вокруг Спасителя. Они несли и вели с собой множество больных и увечных, чтобы, как говорит евангелист, повернуть их к ногам Иисуса. Стоящий здесь греческий глагол «рипто» означает «бросать», «кидать», «сбрасывать» или «класть». Ведь тащить этих больных на себе было очень тяжело. И добравшись до места и взойдя на гору, где сидел Господь, люди в самом деле сбрасывали эту тяжкую ношу. Как и в случае с исцелением расслабленного, когда друзья принесли его ко Христу, здесь тоже вера, упорство и труд людей были важны для того, чтобы Спаситель совершил свое исцеляющее действие. Святой Праведный Иоанн Кронштадтский замечает, «Так, братья и сестры, велика сила веры. Чем сильнее вера наша, тем большую силу Божию спасительную привлекает она к человеку. И нет греха, нет с той великой скорби, беды, от коих не могла бы спасти вера. Она грехи очищает, от страстей избавляет, демонов прогоняет, скорби врачует, болезни исцеляет. От смерти избавляет, мертвых воскрешает. Врагов превращает в друзей, грешников в праведников. Она горы переставляет, она всякие чудеса совершает». Вера в чудотворную силу Спасителя была так велика, что никто из приведших к Нему больных не просил Его не прикоснуться к больному, не даже сказать слово, чтобы больной выздоровел, как это бывало прежде. «Подходящие теперь к Иисусу молча повергали больных к ногам Его, зная, что Он сжалится над ними. Ведь их страдания и беды говорили красноречивее любых слов, и Он исцелил их. Так что народ удивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева». Святитель Кирилл Александрийский пишет, «Они еще не узнали достоинства Господа, что Он есть Бог, но считали Его простым человеком. Поэтому и высылали славу Богу Израилеву». Иудеи называли Творца Богом Израилевым, потому что были народом, избранным самим Богом из всех народов земли, а Отца Небесного считали исключительно своим Богом. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, в полной мере повествуют о милосердии и благости Иисуса Христа. Слово «Христа» подкрепляется делом во всем его служении. Именно дело утверждает подлинность слова, и слово раскрывает значение дела. Но Господь совершает многочисленное исцеление не только для того, чтобы показать, что Он пришел воплотить то, о чем говорили пророки, Он исцеляет больных, потому что жизнь каждого человека – цена в его глазах. Спасители желают показать, что сила веры способна творить чудеса. Именно поэтому в трудные минуты жизни мы не должны отчаиваться, но лишь возносить усердную молитву и надеяться на то, что Господь по нашей вере даст нам просимое. Потому что благодатная вера является великой силой, соединяющей человека с Богом. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Продолжение следует...